Восьмилетняя Варя принимает поздравления. Сегодня ее выписывают. Среди тех, кто пришел поздравить с выздоровлением, огнеборец Игорь Клюев, который вынес ее из горящего дома. 29 декабря в Никуличах вспыхнул пожар в двухэтажном доме. К сожалению, спасти родителей Варе и ее двух маленьких братьев не удалось. Когда я взял Варю, соответственно, на руки пошевелил, то есть она захрипела. Я услышал признаки жизни. Одел на нее спасательное устройство и на руках вынес, соответственно, на улицу. С своим пожарным Сергеем, где Сергей дальше оказывал ей уже искусственное дыхание делал у соседей на вороте на улице. В дальнейшем мы поддерживали связь уже с бабушкой. Потом с Варей самой разговаривали. Постоянно ждали этой выписки, когда я ее увижу. Все равно я ее запомнил, как она выглядит, как что. Но она молодец, конечно, молодец. Боролась до последнего. И, соответственно, в связи с этим как бы и выжила. Сразу после пожара Варю доставили в больницу с ожогами ног и отравлением продуктами горения. По словам медиков, чтобы спасти ребенка, пришлось проводить операцию по пересадке кожи. Лечение заняло почти три месяца. На момент поступления, первые две недели пребывания в стационаре, она не разговаривала. Начало, то есть у нее на фоне стресса, плюс еще воздействия угарного газа, достаточно серьезные гипоксические изменения возникли в центральной нервной системе. Поэтому вот это нам удалось все преодолеть. Мы смогли это все сделать. А ребенок сейчас у нас абсолютно социализирован. Он активен, он разговаривает, он интересуется жизнью, он, как свойственно любому здоровому ребенку, радостный, счастливый и у него все хорошо. Длительное лечение и реабилитация. Варя пережила множество процедур и перевязок. Она снова училась ходить, говорить и радоваться жизни. Девочка рассказала, что планирует сделать в ближайшее время. Я хочу пожелать спасибо, что они меня вылечили. И огромное спасибо. Я хочу всех друзей повидать. Сотрудники МЧС, подарившие девочке вторую жизнь, пообещали не оставлять ее одну. Официально опекать ее будет бабушка. Но Варя сегодня точно знает, что у нее есть еще ангелы-хранители в погонах. Олеся Катрувская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».